Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня на уроке мы поговорим с вами о анализе армирования, полученного армирования в программе ПК Лерасапр для несущей конструкции монолитного железобетонного каркаса здания. Давайте для этого перейдем к анализу полученных данных. Для начала необходимо выполнить расчет каркаса здания, получить во вкладке анализы деформации, просмотреть их, проанализировать. Если все в порядке, никаких нет аномальных перемещений, теоретически это может нам сказать о том, что здание работает правильно, потому что если у нас будут метровые перемещения или того даже больше, то смысл анализировать полученное армирование нет. Потому что по перемещению можно понять, что здание работает неправильно, есть аварийные конструкции, которые не выдерживают те или иные нагрузки, либо просто была допущена ошибка при выполнении расчета здания. Если никаких ошибок не было, то мы можем получить армирование, то есть такое визуальное представление мозаики армирования для различных элементов, для различных конструкций. В частности, можно начать армирование с колонн. Для этого нам необходимо колонны выделить. Колонны можно выделять как по осям, по отдельным осям, по первой оси, по буквенным, по цифровым осям. Можно полностью все колонны выделять. То есть, кому как удобно. Можно номера элементов поставить. То есть, зависит здесь уже от проектировщика и от того, что ему нужно показать. То есть, мы можем показать угловую арматуру, полученную, дополнительную арматуру, несколько различных стержней, а также можем показать суммарную. Отображение суммарной арматуры. Можно показать суммарную арматуру четырех основных стержней, а также можно дополнительных стержней. Всех стержней, которые есть. То есть, полная сумма армирования. К примеру, таким вот образом мы можем сделать снимок с экрана и получить площадь арматуры. Если не требуется, то можно получить только диаметр арматуры, который здесь у нас есть. В частности, максимальный диаметр. И вот здесь по цветам мы можем определить, в какой части, в какой из колонн у нас получен максимальное армирование. То есть, в принципе, можем заметить, что первые несколько этажей у нас требуют максимального армирования. Дальше уже цветовая гамма меньше, соответственно, арматура по диаметру здесь тоже будет меньше. Также можем по этажам выделять и смотреть. Что мы делаем дальше? Дальше мы копируем данную схему. После этого переходим в отчет, который мы с вами формируем. По тому, как формировать отчет, будет дополнительное видео. Пока в общем плане можно посмотреть, куда можно вставить. То есть, мы делаем дополнительную вкладку «Формирование колонн». И здесь мы вставляем наш смену. То есть, мы можем дополнительно здесь прописать. Но в данном случае мы видим площадь полной арматуры, симметричное армирование. То есть, здесь можно написать армирование колонны по оси 1, этаж 1, к примеру. То есть, по оси 2, 1 этаж. Либо по оси А, по оси Б. И затем показывать полное армирование, а также армирование угловых. После этого давайте посмотрим на армирование остальных конструкций. Ну и потом я быстро с экрана вставлю все, что нам необходимо уже в готовый отчет. Значит, восстанавливаю. После этого выделяю балки. Сейчас у меня весь каркас выделился. Так, просто балки. Захожу в «Железобетон». Несимметричное армирование балки имеет. Несимметричное армирование. Вот мы видим армирование балок. По сути, здесь все то же самое. Можно суммарную арматуру указать. Суммарное армирование. Либо по отдельности. Далее восстанавливаем. Выбираю плиты. С плиты покрытия начну. А, с фундаментной плиты. Фрагментирую. Вид сверху. Вот у меня отображается армирование фундаментной плиты. В частности, поперечная арматура. Видим, в основном поперечная арматура в зоне расположения колонн. Верхнее и нижнее армирование. То есть, наша задача сделать скрин верхнего по оси Х. В направлении оси Х, направлении оси Y. И нижнего. Ну, а также поперечная арматура. Вдоль оси Х и вдоль оси Y. Восстановить. После этого выделяем плиту покрытия. Фрагментируем. Вот у нас такая легкая мозаика. Ну, на плиту покрытия у нас небольшая нагрузка от самого покрытия, а также от снега. Также по оси Х, по оси Y делаем снимки экрана. После этого все фотографии нужно будет вставить в отчет. Восстанавливаем конструкцию. И переходим к плитам перекрытия. Плиты можно на каждом этаже по отдельности. Что, конечно же, желательно. В данном случае я покажу как-то в общем. Верхняя по оси Х, нижняя по оси Х. Ну, поперечного здесь нет. То есть верхняя и нижняя. Поперечной арматуры нет. Восстанавливаем. И остались стены. Так. Налитные стены. В продольном и поперечном направлении. По стенам я менял назначение. Нужно было жесткость еще раз переназначить. Поэтому на стены армирование не подобралось. То есть нужно было взойти. Я делил на армирование наружной стены в продольном поперечном направлении. То есть нужно заново выделить стену. Задать ей жесткость. Задать ей характеристики стены. Тип. Бетон. И еще раз переназначить. Назначить материалы с пояса НРК. И после этого армирование подберется. В данном случае стены не подобрались у меня арматуры. Но это не потому что ошибка. Потому что просто нужно переназначить. После этого мы копируем все наши сделанные снимки с экрана. И вставляем их в ранее подготовленный нами образец по армированию. То есть армирование колонн, полная арматура с армированием угловых стержней. Армирование балок, полное армирование с угловой арматурой. Армирование монолитных плит, покрытия, перекрытия и фундамента по верхней оси вдоль направления X и Y. По нижней, то есть нижнее армирование по оси X и по оси Y. А также поперечное армирование для плитного фундамента. Таким вот образом мы анализируем полученные данные. Делаем их скрины и вставляем в пояснительную записку. Продолжение следует...